Всем привет! Сегодня у нас на обзоре солнцезащитные очки с поляризационными линзами от компании X-Tiger. Кейс, наверное, для вас уже привычный. Это далеко не первые очки от этой компании. Давайте сразу же начнем как раз с очков. Вот такая вот здесь пластиковая оправа. Здесь у меня стоят прозрачные линзы. Это у нас может увеличиваться заушник. Это у нас для носа тоже мягкое, удобное. Дальше по комплекту у нас поляризационная карточка. Если у нас поляризационные линзы, то вы увидите вот такой рисунок. Дальше по комплекту у нас тряпочка X-Tiger из микрофибры. Это у нас душка для очков. Крепится вот сюда и выглядит вот так. Дальше у нас вот такой вот чехол для переноски. Чтобы не таскать вот в таком вот большом кейсе, есть вот такой вот маленький. И дальше у нас вот еще такие сменные заушники. Они у нас отличаются от тех, что в стоке. И четыре сменные линзы. Одни уже в очках. Вот они сменные линзы. Выглядят вот так. Это у нас светлые. В них вы видите все более светлым, чем оно есть. Вот такие вот. Вот такие вот линзы. Вот так мы видим этот рисунок без поляризационных линз. И вот, как мы это увидим, с поляризационными линзами. Что касается самих очков, качество сборки, то здесь они меня расстроили. Это, наверное, худшие очки от X-Tiger в плане продуманности. Потому что давайте я вам покажу, как снимать линзы. И, наверное, вы поймете, что здесь не так. Вот снимается вроде как быстро. Но, скорее всего, со временем вот в это вот отверстие это будет заходить хуже. И это будет разбалтываться. Также вот здесь будут проблемы. Давайте покажу, как это все нужно заново одевать. Это тоже не очень удобно, как по мне. Вообще, в целом, по тому, как надевать линзы, как их снимать. Это самые неудобные очки от X-Tiger. Вот вроде как я это сделал. Но все равно нужно перепроверять все это. Даже когда вы приноровились это все снимать и одевать, все равно нужно каждый раз проверять, все ли здесь нормально. Но, повторюсь, со временем, скорее всего, и здесь, и здесь будут проблемы. Не знаю, почему они так сделали. В целом, даже вот если смотреть, они выглядят дешево. Все такое пластиковое, все такое хлипкое. У других очков этой компании таких проблем нет. Стоят они от 1400 до 1600 рублей, в зависимости от вот этой вот оправы. Они все в целом такие, только немножко цветом отличаются. Вот так выглядят темные линзы. Мое впечатление, я расстроился этими очками. Это худшие очки от этой компании, я считаю. Тем более, за такие деньги. Столи бы они раза в два дешевле. Это можно было бы сказать, что за эти деньги жаловаться нельзя. Но стоят они конкурентно способные деньги. За эти деньги можно приобрести. И другие очки от этой компании, у которых не будет таких проблем. Больше всего мне как раз не понравилось вот верхнее крепление. Если здесь еще более-менее, наверное, долго это проживет, то вот это, скорее всего, со временем разболтается и будет выглядеть как-то вот так. Не будет комфортно заходить. Вот такие очки у нас были на обзоре. Что касается кейса, это отличный кейс. Здесь хранятся все линзы. Весь комплект здесь спокойно помещается. В рюкзак такой закинуть. Прямо отлично. А вот очки подвели. Такой обзор у нас быстренький получился. Не всегда все приходит качественно, хорошо. Иногда бывают и такие товары тоже. Пишите ваше мнение в комментариях. Возможно, я не прав по отношению к этим очкам. Кто-то, возможно, уже пользуется подобным. И вам нравится, все хорошо. Мне будет интересно прочитать и, думаю, остальным людям тоже. Всем спасибо. Пока-пока.